Алан Вейк 2 Авторитетный инсайдер Том Хендерсон заполучил подтверждение ранее озвученной информации, будто бы сюжет грядущей Assassin's Creed Red будет отчасти основан на истории реального самурая африканского происхождения по имени Ясука. История Ясука, быть может, кому-то даже известна по художественным произведениям, однако персонаж вполне себе невымышленный и существовал в реальности. Слухи о том, что Ясука появится в Assassin's Creed Red впервые появились в начале этого года, когда стала просачиваться информация о двух играбельных персонажах. В беседе с источниками Хендерсон окончательно убедился, что мужским чернокожим персонажем является Ясука и никто иной. Однако история героя будет переписана сценаристами в угоду игры, дабы соответствовать сюжету и лору Assassin's Creed. Кроме того, напомним, что ранее в этом году другой инсайдер, Джонатан, раскрыл подробности о главной героине по имени Наоэ, что желает отомстить Ордену Древних после того, как те убили ее отца. Теперь же и Хендерсон подтверждает данную информацию. Полное имя Наоэ, скорее всего будет звучать как Наоэ Фудзибаяси, и она является дочерью реально существовавшего ниндзя Фудзибаяси Нагата. Как и в случае с Наоэ, история Ясука начнется с трагедии. Будучи безвольным рабом, путешествующим на корабле, он окажется единственным выжившим во время нападения. Волею судеб Ясука будет спасен и отправлен в Японию, где ему суждено познать путь самурая под руководством Набунаги. Известно, что в начале игры Наоэ и Ясука окажутся по разной стороны, однако позже герои становятся союзниками в своем стремлении к объединению Японии. Сообщается, что в Assassin's Creed Red появятся многие другие исторические персонажи, такие как вышеупомянутый Фудзибаяси Нагата, отец Наоэ, мастер Ода Набунага, Акэти Мицухиде, Хатори Ханзо, Таятоми Хиде Йоси. Фух, выговорил. И разные другие личности из японской истории. Те, кто уже успел поиграть в All on Wake 2, безусловно, помнят момент ближе к финалу игры, где действие неожиданно оборачивается в мюзикл с участием героев и музыкантов, сыгранных реальной рок-группой Poets of the Fall. Так вот, согласно недавнему откровению сценариста Сэма Лейка в рамках подкаста Friends Per Second, данный эпизод из игры поначалу собирались попросту вырезать. По словам креативного директора, по ряду причин кое-кто из разработчиков считал, что грамотно объединить лайф-экшн-вставки с актерами, геймплеем и ритмом песни будет очень сложно. На сей счет было много споров и производственных совещаний, где люди говорили, что от эпизода нужно избавиться и дело с концом, однако Лейк до самого конца не позволял разработчикам этого сделать. Идея добавить подобный сегмент в хоррор принадлежала именно Лейку. На это сценариста команды не в последнюю очередь вдохновила реакция поклонников на забег по лабиринту Пепельницы из Control. Во время прохождения этого места тоже можно было услышать трек в исполнении Одина и Тора Андерсенов, ну или же Poets of the Fall, текст которого был неразрывно связан с сюжетом экшена. Вдобавок ко всему, Лейк по его словам знал, что актер озвучивания Алана Мэтью Паретто великолепно поет, так что Алан Уейк сможет петь песню в этой сцене. А затем был найден и Дэвид Хэрвуд, прекрасно воплотивший мистера Дора в игре. И по счастливому стечению обстоятельств у него также был опыт работы в пении. К слову, Лейк также отметил, что участники Poets of the Fall, сыгравшие музыкантов в Alan Wake 2, активно содействовали авторам проекта в создании четвертой главы. А для более аутентичного исполнения танца с актерами занимался профессиональный хореограф, дававший советы о том, как правильно делать те или иные движения. Есть и еще один не менее любопытный факт касаемо разработки Alan Wake 2. А если быть точнее, написание столь продуманного сценария для игры, скрупулезно учитывающего события предыдущей части. Напомним, что продолжение вышло спустя 13 лет после релиза оригинальной игры, сюжет которой был достаточно глубоко запутан. А потому многие геймеры могут не помнить или же вовсе не знать, что там произошло, в особенности, что касается мелких, но важных для понимания полной картины деталей. Обычное дело, как оказалось, а потому даже сам сценарист игры Сэм Лейк не применил в таком случае воспользоваться подсказками, роль которых исполнена детально написанная фанатами Вики по Alan Wake. Все ради проверки важных деталей и мелочей, связанных с Alan Wake, что сценарист за столь продолжительный срок вполне имел риск забыть или упустить. Информация об этом была получена из все того же интервью на Friends Per Second, в котором Сэм Лейк и Кайл Роули, руководитель проекта Alan Wake 2, поведали о том, как они придумывали сюжет хоррора спустя столько лет после выхода первой части. Разработчики, пользуясь случаем, поблагодарили фанатов, которые все это время поддерживали вики-версию Alan Wake в актуальном состоянии. При этом Кайл Роули уточнил, что в Remedy есть множество внутренней документации, позволяющей отслеживать нюансы сюжета и взаимосвязанные нити их проектов. Однако авторы признаются, что подчас история была настолько запутанной, что авторы буквально терялись в догадках, мол, что они вообще должны были делать в том или ином моменте. Как раз в подобных случаях фанатская вики прекрасно выступала в роли дополнения к основным источникам информации при создании Alan Wake 2. Возможная дата выхода ожидаемого многими ремейка Silent Hill 2 от студии Bluberty неожиданно появилась в сети. С момента анонса ремейка и объявления студии разработчика во второй половине прошлого года, Konami не предоставила никакой дополнительной информации о том, когда этот ремейк может быть выпущен в свет, разгласив лишь список целевых платформ, ими стали PlayStation 5 и ПК. Однако теперь, если, конечно, верить свежеопубликованной информации, мы можем узнать, что выход Silent Hill 2 якобы рискует состояться уже совсем скоро. На сайте PC Game Benchmark сообщается, что Silent Hill 2 выйдет 21 марта 2024 года. Откуда взялась такая дата, одному богу известно, но, пожалуй, все же отметим, что это первый подобный случай, когда указывается конкретный день релиза ремейка. К информации традиционно призываем относиться с приличной долей скепсиса, и единственная причина, согласно которой указанная дата релиза Silent Hill 2 может оказаться правдой, заключается в том, что в последние несколько дней регулярно обновляются разного рода страницы предварительного заказа игры. А потому существует определенная доля вероятности, что в самом делешная дата все же могла утечь в сеть до официального объявления Konami. Интересный факт. YouTube, на котором вы сейчас и смотрите это видео, как и все сервисы Google, например, карты, как и большая часть мобильных приложений, как и многие сайты — все это написано на JavaScript. Это очень популярный язык программирования, и в то же время программисты, способные работать с ним, невероятно востребованы. Именно таких специалистов и готовит школа программирования Эльбрус. Это самая крупная школа в России, готовящая программиста в формате Bootcamp. Что это такое? Суть в том, что на протяжении трех месяцев, 5 дней в неделю и 10 часов в день студенты постоянно учатся онлайн или очно в кампусах в Москве или Петербурге. У такого подхода есть много преимуществ. Ученики глубоко погружаются в процесс, общаются с теми, кому также интересна эта сфера. Кроме того, значительная часть времени уходит на практику, а потому, кроме знаний, студент получает навыки. Также школа фокусируется на трудоустройстве обучающихся. По статистике Headhunter 86% выпускников находят работу в течение трех месяцев после завершения обучения. Причем средняя зарплата, опять же по данным статистики из независимых источников, составляет 141 тысячу рублей. Неудивительно, ведь Эльбрус помогает и в поиске работы, а на момент трудоустройства у выпускника будет минимум три проекта в портфолио. Если вы не понимаете, по пути вам с IT-сфера или нет, можете примерить на себя роль программиста в бесплатном тренажере по JavaScript. На сайте вас будет ждать виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта, который поможет в решении задач и ответит на все вопросы, а вы сможете определиться с выбором. А чтобы всегда быть в курсе актуальных событий и быстрее влиться в комьюнити единомышленников, подписывайтесь на телеграм-канал Эльбрус Буткэмп. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Не так давно вышедшая Marvel Spider-Man 2 предоставила игрокам прекрасную возможность сыграть сразу за двух людей-пауков одновременно, с возможностью свободного переключения между героями вне сюжетных миссий. Вдоволь налетавшись как за Питера Паркера, так и за Моралеса, поклонникам не в меру дружелюбных соседей стало любопытно, как же студия планирует развивать идею с пауками в дальнейших играх. Вполне, как нам казалось, логично ожидать, что разработчики продолжат формулу с несколькими пауками в одной игре, однако похоже, что у Инсомник на сей счет несколько другие соображения. Согласно одному из свежих интервью, студия продолжит использовать именно Майлза Моралеса в качестве главного Человека-паука в будущих игровых итерациях. В ходе вышеупомянутого интервью, сценаристы Marvel Spider-Man затронули тему перехода Майлза Моралеса на роль главенствующего паутинника. Ближе к концу второй игры, к слову, Инсомник даже намекнула на этот поворотный момент, а интервью, как оказалось, сделало его и вовсе определяющим. Нарративный директор Бен Арфман признался, что авторы всегда держали в голове необходимость демонстрации подходящего момента, так сказать, передачи браздов от Паркера к Моралесу. Эпилог Marvel Spider-Man 2 является как раз этим самым моментом. Разумеется, это вовсе не означает, что Питер Паркер совсем не появится в грядущих частях. Возможно, студия собирается дать персонажу небольшой отдых, позволив ему сосредоточиться на более житейских проблемах, а немногим позже вернуть его в одно из игр в рамках вселенной. Однако заявления авторов могут также означать и то, что следующая игра про Человека-паука точно будет посвящена Майлзу Моралесу. Например, ничто не мешает студии сделать Spider-Man Miles Morales 2, а Питера Паркера приберечь на третью часть основной серии без подзаголовка. Сегодня в контексте инди-минутки мы расскажем вам об игре с длинным названием. Deep Sleep Labyrinth of the Forsaken – ретро-хорроры для ПК от издательства Armor Game Studios и разработчиков Script Welder, и который запланирован к выходу еще на Switch в следующем году. В этой пиксельной игре мы примерим на себя роль девушки-ветеринара из маленького городка, которая расследует загадочную смерть своего брата. С момента обнаружения героини таинственных дневников, в которых подробно описывает содержимость брата осознанными сновидениями и существами за пределами бодрствования, она начинает догадываться, что, вероятно, брат все еще жив, а потому героине, равно как и нам, придется заняться его поисками, попутно сражаясь с врагами и разгадывая головоломки, используя силу вышеупомянутых осознанных сновидений. От зловещего и стремительного леса до глубин ужасной тюрьмы и даже далеко за грани всего этого нам предстоит регулярное столкновение со своими страхами в этом ужасающем приключении, которое обязательно понравится поклонникам запутанных и мрачных историй, как старой школы, так и авторства сценаристов современных ужастиков. Героиня Эми может совершенствовать свои способности в мире снов, что будет помогать ей выжить против врагов, для победы над которыми в пошаговых сражениях непременно пригодится творческое мышление и креативный подход. Разработчики серии Hitman Studio IO Interactive в данный момент активно занимаются разработкой игры о Джеймсе Бонде, которая, по словам авторов, станет совершенно новой историей происхождения знаменитого персонажа. А в ходе недавнего интервью журналу Edge генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак признался, что студия рассчитывает на создание сразу нескольких игр о шпионе, который нас всех покорил. На вопрос о том, является ли нынешняя концепция игра Джеймса Бонде от Айо, распланированной на несколько проектов вперед, подобно тому, как студия в свое время работала над перезапуском Hitman, а Брак ответил утвердительно. Однако в то же время уточнил, что все же это пока амбиции студии, и они именно что хотели бы реализовать их именно так. О новом проекте про Агента 47, эээ, простите, 007 нам пока известно преступно мало, но в рамках того же интервью Хакан Абрак подтвердил, что тональность предстоящей игры будет схожа с фильмами о Бонде с Дэниелом Крейгом, и что игра задумывалась авторами как настоящая шпионская фэнтези. Несколько ранее студия уже подтверждала, что Project 007, это такое название у игры, по крайней мере кодовое, выйдет не раньше апреля 25-го года. Так что, вероятно, исчерпывающая информация о грядущей игре, датские разработчики порадуют нас не так, чтобы очень скоро. Пару недель назад на сайте LinkedIn была размещена любопытная вакансия от студии BioWare, так или иначе намекающая на то, что предстоящая Dragon Age с подзаголовком Dreadwolf может иметь открытый мир. Некогда прославленная студия разместила вакансию в своем офисе в городе Остин. Выяснилось, что в студию требуется старший дизайнер визуальных эффектов, а непосредственно от работника требуется минимум четыре года опыта в игровой индустрии, высокие знания о визуальных эффектах в реальном времени с использованием систем частиц, спрайтов и 3D-мешей, хорошее владение принципами анимации и тайминга, знания 2D и 3D графических пакетов для создания VFX, рабочего процесса игрового движка для визуальных эффектов, опыт в динамической симуляции в Photoshop, Maya, Houdini, FumeFX и других программах, а также умение справляться с ограничениями игрового процесса в открытом мире и использовать визуальный язык для вознаграждения опыта игрока. Если вы обладаете всеми этими знаниями, тоже можете смело написать HR у студии BioWare, а вось повезет. В общем-то, с открытым миром более-менее понятно. Ну а касаемо того, почему подозрение пользователей пало именно на Dreadwolf, все тоже довольно просто. Тут в дело идет старый добрый метод исключения. Ведь что это может быть еще, учитывая, что следующая часть Mass Effect до сих пор находится на ранних стадиях разработки. Однако, судя по тому, что работник в студию ищется на восьмимесячный контракт, релиза Dreadwolf также ждать в ближайшее время, вероятно, не стоит. Кстати, о Mass Effect. Буквально вчера компания BioWare отметила ежегодный праздник Mass Effect, опубликовав в своем блоге сообщение, в котором предположительно затезерило название «Грядущий Mass Effect» и недвусмысленно намекнуло, что поклонники получат ответы на свои вопросы касаемо того, что же произошло аккурат после грандиозного финала Mass Effect 3. Директор Mass Effect Майкл Гэмбл обратился ко всем неравнодушным сообщениям следующего содержания. «Мы задавали себе многие из тех же вопросов, которые вы задавали нам на протяжении многих лет. Что случилось со всеми, кого вы знаете и любите в серии? Кто действительно умер? У кого с кем были дети? Как звучит детеныш у волосов? Что насчет галактик, концовок и что, черт возьми, произошло с ученой Азари, принявшей личину серого посредника?» По заверениям Гэмбла, на все эти вопросы ответы у разработчиков есть, но придется еще немного подождать, чтобы их услышать. Кроме того, все, что авторы собираются нам поведать, будет не так-то просто раскопать, как все уже привыкли, анализируя тизеры, выходящие во время празднования NC. Но интересно вовсе даже не это. Далее в сообщении автор приводит список различных товаров из серии Mass Effect, который можно приобрести со скрытым двоичным кодом в словах. Ежели его отфильтровать, можно получить код из множества нулей и единиц, на котором написано «Эпсилон». Не исключено, что именно это и есть название следующей игры в серии Mass Effect. Фанаты, оперативно подсуетившись, отыскали страницу будущей игры на сайте EA. На ней размещен малоинформативный тизер, в описании которого упоминается сигнал бедствия с галактики Андромеда. Но и это еще не все. В книге BioWare Stories and Secrets from 25 Years of Game Development было описано несколько рабочих названий для серии Mass Effect. Одним из вариантов был The Epsilon Effect, что-то знакомое, не правда ли? Если уж совсем глубоко копать, то и Псилоном обычно называют греческую цифру 5, что достаточно справедливо, если учесть, что грядущая часть будет пятой игрой в серии. Пусть у Андромеды и не было порядкового номера в названии. О новой части «Приключений Коммандера Шепарда» или кого-то другого до сих пор неизвестно ровным счетом ничего. Однако ожидается, что действие новой части космического эпика развернется спустя сотни лет после событий оригинальной трилогии, во время событий Mass Effect Андромеда. Однако история все же сосредоточит наше внимание на Млечном Пути. Австралийский классификационный совет добавил в свою базу данных информацию об одной из грядущих частей серии Silent Hills под заголовком The Short Message. Особое внимание на себя обращает рейтинг проекта. Известно, что в игре будут затрагиваться непростые темы, а потому комиссия предоставила некоторые подробные сведения об игре. Стало известно, что в Silent Hill The Short Message сделан сильный акцент на суицидальных темах, а сама игра представляет собой довольно жестокий психологический хоррор, основанный на исследовании мира с местом действия в современной Германии. Упомянутая вышеклассификационная комиссия подтверждает, что главной героиней является молодая девушка Анита, которой следует жилой дом под названием Вилла с целью выяснить, что случилось с ее подругой. Сообщается, что в одном из эпизодов вы, например, вольны зайти в ванную комнату, где увидим ванную, заполненную кровищей, плитку, заляпанную кровищей и лезвие бритвы, лежащее на раковине, разумеется, тоже в кровище. После осмотра комнаты героиню игры одолевает воспоминания. В описании комиссии упоминается вооруженный бритвой персонаж со шрамами на запястьях, которого мы встретим по ходу прохождения. Он наносит себе увечье, а мы, в свою очередь, становимся свидетелями галлюцинаций, которыми, судя по всему, страдает главная героиня игры. Любопытно еще и то, что в The Short Message будут присутствовать некие черные экраны с белым текстом, побуждающим игроков обращаться за лечением и помощью, в случае, если они подвергаются риску члена вредительства и самоубийства. В настоящее время владельцы серии, издательство Konami, не представило данную игру официально, и доподлинно неизвестно, когда ее нонс вообще состоится. Нет информации также и о студии-разработчике The Short Message. На сегодняшний день в производстве у студии находятся ремейки Silent Hill 2 от Bluebird Team, таинственный Silent Hill F в сеттинге Японии 60-х от создателя визуальных новелл, когда плачут цикады, и Silent Hill Townfall, которым занимаются авторы головоломки Observation. А сейчас оперативно пробежимся по новостям из раздела Blitz. В беседе с Bloomberg президент Blizzard Майк Эбарра отметил, что он, безусловно, открыт для менее мейнстримовых проектов, а также для возможного возвращения StarCraft после завершения сделки с Microsoft. Также упоминается о том, что франшиза может пойти по другому пути. По имеющимся данным, компанию покинуло несколько ветеранов-разработчиков RTS. По словам Эбары, какой бы ни была следующая игра по StarCraft, для ее создания потребуется такой лидер и команда, которые будут обладать видением и страстью. Разработчики многопользовательского сурвайвл-боевика The Day Before поделились главной музыкальной темой игры. Автором композиции выступил датский музыкант Сигурд Йонг Дженсен, что ранее отметился работами над музыкой Killing Floor 2 и Mortal Kombat 1. Напомним, что на прошлой неделе авторы игры представили новый геймплейный трейлер и раскрыли дату релиза и системные требования. The Day Before выйдет в раннем доступе в Steam 7 декабря. Компания Ubisoft выпустила свежее обновление для Assassin's Creed Mirage, которое устраняет различные технические и визуальные проблемы в игре. В том числе позволяет включать и выключать пресловутый эффект хроматической аберрации, который снискал крайне дурную славу с момента релиза игры. Помимо прочего, патч исправляет проблемы с движением Basima, действиями и взаимодействиями NPC, фиксит проблемы с одеждой на NPC и вносит некоторые улучшения в анимацию. Например, движения ног Basima после обновления становятся чуть более естественными. Кроме того, с патчем появилась возможность включать или выключать фоновую музыку во время призыва к молитве. А при изменении частоты обновления в игре теперь будет отражаться правильное значение. Стало известно, что номинанты ежегодной видеоигровой премии The Game Awards будут объявлены в следующий понедельник, то есть 13 ноября в рамках прямой трансляции в 20.00 по Москве, а галоконцерт состоится с 7 декабря. Известно, что в более чем 30 категориях будут представлены по 6 номинантов. Как победителей, так и номинантов традиционно объявит бессменный ведущий шоу Джефф Килли. Напомним, что в прошлом году награду «Лучшая игра года» отхватила Elden Ring, а главным конкурентом игры выступил Гада Вор Рагнарёк. А тем временем наш любимый инсайдер Джейсон Шрайер обрадовал интернет свежей информацией о скором анонсе шестой части GTA. В том, что это случится уже на днях до 10 ноября, журналист Bloomberg более чем уверен. В качестве источника он называет анонимов, знакомых с планами Rockstar Games. А дебютный трейлер игры, по его же информации, команда покажет в декабре. Ролик собирается приурочить к 25-летию с момента основания студии Rockstar. А сейчас время для нашей постоянной рубрики «Цирк с конями». Несколько дней назад разработчики студии Sledgehammer Games выпустили долгожданную Call of Duty Modern Warfare 3. Ну, то есть как выпустили, пока что доступна только сюжетная кампания нашумевшего шутера. Однако даже этого хватилось лихвой, чтобы вызвать бурю, скажем так, негодования в сообществе поклонников долгоиграющей серии. Кое-кто из возмущенных игроков высказал свой протест путем рефанда, а кто-то тоже довольно привычным способом, низкими оценками и честными отзывами. Но... Есть нюанс. Игра, в профиле которой пользователи оставили оценки на популярных агрегаторах, оказалась ни в чем не повинной версии 2011 года, которая в свое время была хоть и не лучшей частью серии, но никак не провальной, чего не скажешь о современной новинке. Как ни крути, благодаря странной логике наименования последних частей Call of Duty, игроки, набросившись на колду в порвах гнева, ожидаемо все понапутали и задизили ниже некуда Call of Duty Modern Warfare 3 2011 года. На популярных агрегаторах пользователи не оставили версии 2011 года ни шанса, без всякой пощады опуская ее рейтинг как можно ниже. Стоит отметить, что некоторые пользователи все же пытались оставить негативные отзывы именно Call of Duty Modern Warfare 3 этого года, но привилегии раннего доступа пока не позволяют ставить ей итоговую оценку. В своих отзывах игроки в целом повторяют то, что уже было ими сказано ранее по поводу новой Modern Warfare 3 на других площадках. Пользователи считают реализацию сюжетной кампании игры лютой халтуры и настоящим плевком в лицо всем фанатам. Кроме того, многие и вовсе склонны считать, что даже полноценный релиз и сетевые режимы шутера не исправят общее плачевное состояние игры. А что вы думаете по поводу сюжетного режима новой Call of Duty? Будем рады почитать ваше мнение в комментариях под видео. Пишите, не стесняйтесь. А пока что это все новости, которые мы хотели бы рассказать вам сегодня. Понравился выпуск? Прожимайте лайк, клацайте на колокольчик и не забудьте подписаться на канал, если еще вдруг не успели. Также милости просим в нашу группу во Вконтакте и Телеграм-канал. Там мы публикуем как веселый, так и информативный контент на регулярной основе. Ну и общаемся. Свежее видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Засим откланиваюсь, всем добра!